Продолжим листать наш тележурнал. Если вы пользуетесь смартфоном последнего поколения, то уже представляете, что такое биометрические данные и как они могут облегчить нам жизнь. Да, технологии из шпионских фильмов уже стали обычными буднями. А где в Тюмени можно сдать биометрические данные, зачем и безопасно ли это, расскажет Мария Рянина. Всего пять параметров. Голос, радужная оболочка глаза, отпечаток пальца, ладони и изображение лица. А биометрические данные медленно, но верно внедряются в разные сферы. Сейчас самый простой способ сдать, например, запись своего голоса и сделать снимок лица – прийти в банк. Понадобится только паспорт, СНИЛС и регистрация на портале госуслуг. По Тюменской области порядка 134 банковских организаций предоставляют данную услугу. В частности, по городу Тюмени это порядка 100 банков. Полную информацию, полный перечень банков с их наименованием, адресами, нахождением можно узнать на сайте Центробанка Российской Федерации. После снятия данные будут направлены в единую биометрическую систему. Сохранность информации разработчик гарантирует. Система распознает человека с вероятностью до 99,99%. Дополнительно к идентификации человека по голосу и изображению лица еще идет идентификация через портал государственных услуг по логину и паролю. Это идет вторая степень защиты. Оставив биометрические данные, не приезжая в отделение банка, вы сможете, например, открыть вклад или счет. Скоро обещают специалисты, этот список расширится. А вот визовые центры собирают биометрические данные для оформления шенгена с 2015 года. Чтобы улететь за границу, необходимо снять отпечатки пальцев. Некоторые консульства запрашивают и снимок лица. Храниться данные будут в единой визовой информационной системе. Во-первых, это упрощает процедуру прохождения паспортового контроля на границе. То есть это для пограничных служб плюс. Это упрощает работу консульства. То есть представителю консульства по биометрической вот этой вот метке гораздо проще найти данные о путешественнике. Биометрические данные на шенгенскую визу необходимо сдавать каждые пять лет. Тюменские ученые тоже не стоят в стороне. В 2018 году студенты Тюменского госуниверситета работали над приложением, которое сможет обеспечить дополнительную безопасность ваших данных в интернете. Используем так называемый двухфактор идентификации, когда мы не только логин и пароль вводим, но и подтверждаем, что мы это действительно мы с помощью своего отпечатка на телефоне. Что значительно повышает безопасность с учетом того, как часто сейчас совершаются утечки любых комбинаций логинов и паролей у любых сервисов. Пока разработки приостановлены, но как только в университете снова наберется команда специалистов, Искандер и его соратники закончат работу над приложением. С его помощью можно будет заходить на любые веб-сервисы и не беспокоиться о безопасности.